Болельщики практически всех стран До такой степени наоборот, что удивлению не было конца Причем не только у туристов и футбольных болельщиков, которые этим летом слились в одно целое, но и у нас Мы до такой степени удивились собственной открытости и приветливости, что даже показалось А вдруг все это нам приснилось? Вот оно, главное место чемпионата мира, причем не только в России, а во всех странах, где он проводился до этого Я про барную стойку, был бы умней еще до чемпионата, открыл бы кафе или паб и стал бы миллионером Говорят, что в некоторых городах пиво заканчивалось почистую В общем, был бы умней, а сейчас убегаем с вокзала Путь длиной в 11 километров до стадиона Санкт-Петербург И каждый метр нужно еще помнить о мече А ведь еще надо успеть посмотреть невероятный и живущий футболом город Побежали! Вот это очередь В конец очереди пойдем Вы думаете, футбольные болельщики проигнорировали наши музеи в пользу фан-зоны баров? И здесь все наоборот Благодаря чемпионату России, да и все русское, на какое-то время станет очень модным во всем мире Мода на Россию неминуема И как всегда после чемпионатов мира На страну, в которой его принимало приезжайте необычный спрос На искусство этой страны, так и подавно Лев Николаевич, как же вы так босиком, без бутс в это время года? Ну вы даете В этот месяц Россия стала определенно совсем другой страной Как многие успели заметить с первого дня чемпионата мира Это была не совсем Россия, а чуть ли не иллюзия на нее Из мрачных северных людей мы превратились в улыбчивых и эмоциональных Даже полицейские стали непривычно вежливыми и открытыми Улыбки на петербургских улицах Мундиаль, спасибо тебе за это Сергей Донатович Это же вы писали в своей бессмертной книге «Ренесло», что футбол и хоккей заменяют советским людям культуру и религию А по части эмоционального воздействия у хоккея вовсе один соперник – алкоголь Вот представляете, к 2018 году в России футбол с хоккеем поменялись местами А вы стоите на главной петербургской улице города, на Рубинштейна С первого дня чемпионата, с первого матча на главных городских улицах от Петербурга до Казани Начался непрекращающийся праздник Кому-то это напомнило бразильский карнавал Кто-то даже сравнивал с Днем Победы Но это не то и не другое Это чемпионат мира по футболу И после него, как и после фестиваля 1957 года и Олимпиады 80, мы определенно стали другими А заодно и обновили генофонд страны Петербург снова стал самым популярным туристическим направлением России Даже если какая-то команда не играла у нас в городе, ее болельщики все равно приезжали к нам, чтобы увидеть Петербург своими глазами В том числе и с воды Кстати, больше всех приехало китайцев и американцев И не важно, что их сборные не участвовали на этом турнире Ну все, теперь на стадион Вот оно, главное достижение и наследство чемпионата мира Инфраструктура Я даже говорю не про дороги, мосты и аэропорты А вот про эти суперсовременные и актуальные арены Если после Мундиали их продолжат использовать на полную загрузку То выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира 2018 будет не успехом, а лишь началом Благодаря Мундиалю мы получили шанс обновиться И этот шанс не упустили Мы обновились ментально, эмоционально Мы обновили инфраструктуру и города, которые принимали игры И главное, все это теперь не растерять Павел Никифоров Пульс в города